В Пензенской области производят сердечные клапаны, ничуть не уступающие западным аналогам. Самара может поделиться с соседями опытом по подготовке высококвалифицированных специалистов, поэтому обе стороны заинтересованы в сотрудничестве. На сегодняшний день очень важна сбалансированность. Сбалансированность подготовки кадров, которые бы соответствовали развитию местного рынка труда. Понимаете, общение межуниверситетское, передача некого опыта друг к другу. В сотрудничестве с НОЦ «Инженерия будущего» заинтересованы Ульяновский государственный технический университет. Там занимаются развитием авиастроительной отрасли, IT-технологиями и информационной безопасностью. Представители Ульяновского политеха уверены, работа с вузами из других регионов поможет им усовершенствовать процессы по подготовке кадров. Я уверен, что те компетенции, которые есть в Ульяновском государственном техническом университете, они помогут в реализации тех проектов, которые предполагаются. Научно-образовательный центр в Самарской области учредили в 2019 году. В консорциум «Инженерия будущего» входят ведущие вузы страны, в том числе Петербургский политех. Сотрудники центра занимаются разработкой новых аэрокосмических систем и медицинских технологий. Основная задача Самарского НОЦа – войти в пятерку федеральных центров и получить статус мирового уровня. Об этом в своем послании говорил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Очень рассчитываю на ваше действенное участие в продвижении на федеральный и мировой уровень нашего региона, нашего научно-образовательного центра, созданного в 2019 году. Этот проект на десятилетия. Это ваш шанс оставить в истории Самарской области такой же яркий след, как оставили руководители, передавшие вам эстафету. По словам ректора СамГТУ Дмитрия Быкова, сотрудничество между вузами должно стать полноценным. Для этого в Самарском научно-образовательном центре создали все необходимые условия. Мы стали привлекательны, как центр какой-то активности, который уже сейчас распространяется не только на Самарский регион, но уже и на соседние регионы. И это действительно правильно. Нам нужно взаимодействовать активно. И это такие должны быть устоявшиеся экономические связи, географические связи, уже имеющие определенные исторические, пожалуй, корни. Чтобы получить статус НОЦ мирового уровня, сотрудники Самарского центра регулярно проводят проектные сессии с участием авторитетных экспертов, представителями бизнес-сообщества и молодыми учеными. Программу регионального НОЦ формирует ректоры вузов, которые состоят в консорциуме. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.